МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На форуме были продемонстрированы лучшие достижения музея в Беларуси за последние два года. От Гомельской области участие в форуме приняли 20 государственных музеев. В итоге музейные работники нашей области привезли три диплома. В номинации за новации в музейной деятельности диплом третьей степени получил Брагинский исторический музей. И сегодня в гостях у программы Добрый вечер, Гомель, главный хранитель фондов музея Надежда Мелешко. Надежда, добрый вечер. Добрый вечер. В номинации за лучшую культурно-образовательную программу диплом третьей степени достался Лоевскому музею битвы за Днепр. Сегодня мы рады приветствовать старшего научного сотрудника музея Ксению Симашко. Добрый вечер. И, наконец, диплом первой степени тоже за лучшую культурно-образовательную программу привезли сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Один из них сегодня у нас в студии. Это старший научный сотрудник музея Ольга Гвоздь. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Также рады привидеть куратора экспозиции от Гомельской области, заместителя директора музея по научной работе Гомельского дворцового паркового ансамбля Владимира Литвинова. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите, уважаемые гости, вас поздравить с такими почетными наградами. И, Владимир, расскажите о форуме этого года, о его дивизии, о теме. Ну, это уже второй, в Твине, это третий национальный форум музея Беларуси. И каждый раз мы в Гомельской области, я хочу сказать, что каждый раз мы что-то, конечно, на этих форумах получаем. Форум проходил в Могилеве, он проходил два дня. Это было 1 и 2 октября вот этого года. И надо сказать, что в Гомельщине было представлено, вот вы назвали цифру 20 музеев, это принимали во всех конкурсных программах. А в экспозиционной программе, которая, ну, конечно же, на каждом форуме является, наверное, самой главной, когда музей показывает свои достижения в форме экспозиции за последних два года, какие-то новации, какие-то новые коллекции, предметы и прочее, вот, принял участие 16 музейных учреждений нашей области. И хочу сказать, что это была вторая цифра после хозяев, после могилевчан, которые выставили 21 музей. Ну, потому что мы соседи все-таки этой области. Ну, да. То есть, ну, в Могилевской области, естественно, как хозяева могли выставить немножечко больше. А вот 16 музеев привезла только наша Гомельская область. Вот. И думаю, что поддержат меня и коллеги, и это звучало и на форуме, когда приходили к нам коллеги из других, из национальных музеев, из других регионов. Все отмечали, что, и это традиционно, кстати, потому что вот, ну, я участник и первого, второго и третьего форума, как и Надя, по-моему, тоже участвовал на всех трех форумах. Все отмечают именно музейный характер гомельских экспозиций. То есть, музеи подходят именно с точки зрения профессиональной к показу своих. То есть, это и Ветковский музей со своими традициями возрождения ткачества и народного костюма. Это и Брагинский музей, который проводит колоссальную работу по изучению, сохранению историко-культурного наследия, особенно вот в этом очень сильно пострадавшем от последствий Чернобыльской аварии регионе. Это и Октябрьский музей, центр истории и культуры, который тоже занимается возрождением каких-то народных традиций. Это и Ловский музей, который у нас узкопрофессиональный музей, который занимается именно военной тематикой. И каждое музейное учреждение Гомельской области на форуме представило именно свою специфику, характерную именно для них. В том и прелесть, да, что у каждого своя миша и подробно можно увидеть. Мы как-то органично, по-моему, коллеги, правда, дополняли друг друга. И можно было... Вот весь спектр музейной деятельности, который характерен для наших учреждений, можно было увидеть на форуме. То есть это начиная от традиционного, допустим, обращения к истокам народной культуры, возрождения каких-то традиций, и заканчивая буквально современными. Вот очень интересный наш Гомельский районный музей, историко-креевический. Он показал, например, очень интересную экспозицию знамен и какой-то атрибутики, символики советского времени. То есть вот весь спектр, я говорю, начиная от древности и до современности, он был представлен в наших музейных экспозициях. Такого больше нельзя было увидеть, да? Вы знаете, к сожалению, это такая тенденция, которая наблюдается уже не на первом форуме, что музеи как-то упрощают свое присутствие в экспозиционной программе. То есть это буквально там 2-3 баннера, столик с каким-то видеопроектором и все. Вот в этом отношении, я говорю, что выгодно отличается Гомельская область тем, что мы показываем реальные музейные проекты, реальные музейные предметы. Вот это очень хорошо, потому что действительно, просто на баннер посмотреть что-то, это не так интересно. Но это и запоминается посетителям в первую очередь, правда? И все, кто присутствует. И вот согласитесь, что возле наших, останавливались, возле наших вот этих вот экспозиций, наших блоков экспозиционных, останавливались, люди интересовались. Я думаю, что это стоило бы такого немалого труда, чтобы подготовить экспозиции, перевести их и продемонстрировать. Ну, у нас очень уже такие устоявшиеся, ответственные кадры в музейной сфере работают. Причем очень приятно, что это преимущественно сейчас у нас уже молодежь выходит на арену. Это здорово. Мы сейчас эти кадры будем подключать к беседе. Надежда. Давайте начнем с вас. Значит, вы стали дипломантами форума за проект «Видеосъемка» как инновационная форма изучения истории. Расскажите, что за проект? Мы показали свой опыт, многолетний опыт работы нашей детской видеостудии «Радуга». То есть может изначально показаться, что видеосъемка – это не совсем музейная работа, но, как показывает опыт работы нашего учреждения, это совсем даже и музейная работа, скажем так. Мы в этом году готовили фильм «30 лет возрождения», который посвящен Брагинскому району и его истории за последние 30 лет. И, конечно, если говорить о чернобыльской катастрофе, то в рамках музея это очень тяжело показывать, потому что нет такого предмета, который ты поставил бы, и он отразил бы весь масштаб вот этой катастрофы и весь масштаб воздействия вот на такие районы, как Брагинск. Я говорю о тех, которые наиболее пострадали. И мы используем видеосъемку для того, чтобы записывать воспоминания, для того, чтобы записывать интервью, для того, чтобы показывать хронику. Мы используем еще также проигрывание самой этой катастрофы с детьми. Используем прием сюжетно-ролевого моделирования для работы с младшими школьниками, потому что понимать эту тему детям очень тяжело. В результате вот этих съемок зритель мог увидеть, как развивается сегодня Брагинский район и посмотреть, в каком состоянии находится отселенная деревня, которая уже 30 лет вне зоны доступа и где вообще не живет человек. И хочу сказать, что для многих жителей Гомельской области и вообще для жителей нашей страны Чернобыльская катастрофа, она как-то вот уже так... Стерлась, наверное, сейчас. Да, остроте восприятия, скажем так. Абсолютно да. То есть восприятие этой темы несколько стерлось. Но хочу сказать, что для работников культуры, а для музейщиков так тем более, эта тема звучит с каждым годом все актуальнее. Потому что каждый год мы все больше и больше оцениваем тот масштаб культурной катастрофы, который произошел в нашем регионе. Потому что когда мы обращаемся сейчас к народной иконе, мы понимаем, что, во-первых, более 50 населенных пунктов было полностью отселено. То есть все, что там осталось, оно осталось там навсегда. И более того, более 30 тысяч людей было отселено. И, соответственно, вся культура, которую они несли с собой, они тоже ее с собой увезли. И поэтому, когда сегодня мы занимаемся духовным наследием, когда мы занимаемся материальной культурой, конечно, это сложно. Но вот путем видеосъемки мы показываем и нашим посетителям, и гостям нашего города тот культурный и исторический пласт, который имеет Брагинская земля. — Большое дело. Владимир, как Вы оцениваете этот проект? Как Вы реагировали на форуме? — Очень здорово. — Хотя, в общем-то, как отреагировали, мы уже знаем, да? — Очень здорово. И да, и отреагировали вот таким образом, вручением вот этого диплома. Ну и вообще я хочу сказать, что это действительно острейшая тема, которой занимается у нас ряд регионов, региональных музейных учреждений, в том числе это вот Брагинский, очень активно занимается. Хойникский музей старается там тоже каким-то образом вот эту тему инициировать. И, конечно, это Ветковский музей, который и выпустил целый ряд их книг, и осуществил целый ряд проектов. Это вот и их выставка «Память выселенных деревень». И вот в таком же направлении сейчас, я говорю, очень активно работает. Брагинский музей — это здорово, потому что масштабы, вот я совершенно солидарен с надеждой, что масштабы именно культурной катастрофы, они колоссальны. Мы просто уже потеряли часть нашего историко-культурного наследия, вот, и в виде местной топонимики, и там традиций каких-то, и те усилия, которые сейчас предпринимают наши коллеги вот эти, в этих регионах, это очень здорово, что они занимаются этим. — Спасибо. — Ксения, как Вы считаете, проект Вашего учреждения, музея и школа, впечатлила жюри и участников форума? — Ну, судя по диплому, да, впечатлил. Конечно, трудно сказать так однозначно, чем впечатлил, и почему именно наш район. Но я уверена, что компетентная жюри проводила оценку объективно. Но надо сказать, что наши коллеги, музейные работники других музеев республики успешно работают в направлении культурно-образовательной деятельности. У них есть замечательные идеи, проекты, у них есть прекрасные итоги этих проектов. Ну, а о нашем проекте, музее школы, могу сказать, что он инновационным является. В таком направлении наш музей не имел опыта работы, поэтому для написания, его подготовки была проведена определенная работа. Мы изучали опыт наших коллег, проводили анализ своих возможностей и вот в течение года разрабатывали мероприятие. Ну, а реализовали проект мы в 2015-2016 учебном году на базе учреждений образования одного из нашего городского. Ну, чем он такой исключительный? Возможно, тем, что основную свою цель мы ставили. Это налаживание взаимодействия между учреждением образования и музеем по кровеческой работе. Музей наш, как Владимир Адамович сказал, узкопрофильный. У нас освещается только тема периода Великой Отечественной войны. И получается, что более широкая история, которая богатая ловящина, она в некоторых моментах уходит в забвение. Поэтому основная цель была, конечно, эта кровеческая работа. Но, возможно, еще жюри обратило внимание на то, что все наши мероприятия и задачи, которые решались в ходе реализации проекта, были направлены на популяризацию музейных коллекций, музейных предметов, расширение доступа к фондам нашим. Это увеличение музейной аудитории и интеграция музея в местное сообщество. Ну и, кроме того, большую часть наших мероприятий была направлена на актуализацию нашего наследия. Вот во всех ее формах и проявлениях. Поэтому, возможно, вот это сыграло большую роль. Но можно еще сказать, подводя итоги, проект завершен. Сейчас у нас уже мы ощущаем результаты. И надо сказать, что они достаточно очевидны. Вот у ребят буквально на глазах заметно изменение отношения к своей семье. Ребята стали изучать свой род, свой город. По-иному стали относиться к историческим событиям, появился интерес. Какой возраст детей хватает? Был седьмой класс у меня, сейчас они уже восьмой. И как раз тот самый благоприятный такой возраст, который может еще впитывать, и у них можно сформировать какой-то интерес. Ну и, конечно, поменялось отношение к музею. Наши местные жители иногда к музею относятся как к какой-то застывшей картинке, которая вот когда-то там была сфотографирована, и она осталась вот такой. Было такое ощущение и у нас. Дети говорили, ай, что у вас там, постоянная экспозиция, ничего интересного. И вот после того, как мы провели ряд мероприятий, связанных с посещением детей музея, там у нас были заглянем в музейные фонды мероприятия, ребята по-иному отнеслись. И такое ощущение, что они все-таки поняли, что музей живет в ногу с современностью, шагает, что у нас есть новые какие-то тенденции, мы меняем свою форму работы. И у них появился интерес, оживленный вот к музею. И сейчас, ну, достаточно часто к нам заходят в гости вот те ребята, с которыми мы работали. Владимир, как раз то, о чем вы говорили. Молодежь приходит, а это дает свои плоды, правда? Они не сунду. Конечно, что бы вы добавили, Владимир, по идее этого проекта музей-школа? Ну, дело в том, что, наверное, это сейчас такой проект, который просто в каждом региональном учреждении имеет свои формы. Но это вообще глобальная тенденция. Сейчас это работает все мировое музейное сообщество в этом направлении. Потому что, действительно, вот Ксения очень правильно заметила, музей – это не застывшее какое-то собрание каких-то там раритетов, которые не двигаются и которые все время только одинаково каким-то образом демонстрируются. И для того, чтобы поддерживать интерес к музею, музеи действительно занимаются вот этими различного рода образовательными проектами, чтобы зажил и сам музей, и чтобы зажило то сообщество, в котором он интегрирован, в котором он существует. Ну что, Ольга, осталось послушать еще о вашем проекте. «Музей для любознательных друзей» называется наш проект. Я, наверное, вынуждена буду повторить частично своих коллег о том, как воспринимается музей в настоящее время. Но я бы сказала, что ситуация, скорее всего, оптимистичная усилиями нас, музейных сотрудников. И, возможно, эта часть мировой тенденции все-таки потихонечку меняется. Образ музея, как запыленного храма Муз. И, действительно, люди начинают понимать, что потрясающе интересные проекты можно реализовать. И на основе музейных коллекций, в музейных залах можно провести время гораздо более интересно и увлекательно, чем в любом другом месте. Поскольку, в принципе, музей – это такое универсальное пространство, где, если подумать, можно реализовать абсолютно любое развлекательное и образовательное направление, какое бы мы ни захотели. Уже говорили о видеосъемке. Сюда же можно привлекать различные музыкальные проекты. Здесь же можно применять театрализации. И, конечно же, можно применять игру. Игра – это, наверное, то, что, действительно, привлекательно для детей любых возрастов, любых эпох и так далее. И мы решили, что почему бы и нет. Проект, который был бы направлен именно на детскую аудиторию, встретил уже очень-очень давно. И, наконец, вот собралась команда нашего музея. Тем более приятно, что она у нас такая универсально-музейная. Музея, наверное? Нет. Кстати, нет. У нас… Сулаф. У нас включает в себя, во-первых, сотрудников абсолютно разных отделов. То есть это не какой-то один отдел, это представители различных отделов. Во-вторых, это специалисты различных возрастов, различных опытов и так далее и тому подобное. Даже различных направлений деятельности. И в этом, наверное, и основной плюс. Потому что мы решили, что этот проект у нас будет рождаться, как любимое дитя, ну так, в творческих муках всего коллектива. Мы просто собирались и предлагали идеи. Предлагали идеи, темы, и вот потихонечку, таким образом, как-то выкрестовали здесь и основные направления, что мы хотим делать, и основные формы. И действительно, когда что-то делаешь с любовью, когда в это вкладываешь творчество, это чувствуется. Наш детский проект очень живой. Это его большой плюс. Он постоянно развивается, и он не завершен. Я надеюсь, мы вообще его никогда не завершим. Потому что, собственно, мы, конечно, изначально были запланированы, например, на определенное количество тем. Но дальше мы посмотрели, в принципе, каждый новый выставочный проект, я уже молчу про экспозицию, дает себе огромный потенциал для того, чтобы придумать что-то еще, что-то новенькое и так далее и тому подобное. Поэтому мы активно применяем наш проект, накладываем его на основную экспозицию, безусловно, без этого никуда, так и на различные выставки, которые периодически меняются. Проект включает в себя, как я уже сказала, множество игровых форм. Он не статичный. Он предполагает, что ребята свободно перемещаются по музею. Это тоже своего рода новация. Поначалу нам было даже немножечко страшно. Не похоже это на квест? Похоже. Вы знаете, похоже. Так и три элемента квеста у нас активно включены. В том числе некоторые метрители, например, в гостях у князя Растеряши, вообще представляются бы один большой квест, просто состоящий из различных частей. То есть есть возможность, скажем так, использовать музейное пространство, ну, как целый приключенческий мир. То есть ребята перемещаются с зала в зал. Конечно же, все занятия у нас построены исключительно на музейных предметах. То есть им приходится в любом случае что-то учить, что-то новое для себя узнавать. Но они наверняка никогда даже не задумываются о том, что они что-то узнают, поскольку они играют, им весело, интересно. Как правило, они уходят все возбужденные, шумные, но к нам возвращаются снова и снова, и на новые и новые мероприятия, и этим проектом интересуются. Так что, в принципе, мы, наверное, можем считать, что свою функцию мы выполнили. Интерес к музею у современных детей, что особенно важно, поскольку современные дети очень развиты, у них множество информационных каналов, по которым они узнают увлекательное для себя. Привлечь их внимание сейчас крайне сложно, но с гордостью, скажем, за наш коллектив, что нам это удалось. Близиться к завершению Год культуры очень огромный пласт работы проделан вами. Расскажите буквально коротко о том, знаем, что в Лоеве, например, готовится мероприятие ко дню освобождения Гомеля, поскольку именно с Лоева начиналась эта операция. Ксения, расскажите. Лоев такое особое место занимает в периоде истории Великой Отечественной войны. Лоев является одним из первых населенных пунктов, который был освобожден в октябре 43-го года. Колоссальными потерями. Да, Лоевский плацдарм является основой успешной операции Гомельско-Речицкая, в которой был как раз-таки 26 ноября освобожден Гомель. И жители Лоева с особым трепетом относятся к событиям периода Великой Отечественной войны. Подтверждением тому является наша Центральная площадь. Как раз-таки вы сейчас видите фотографии. В прошлом году к 70-летней годовщине Великой Победы в Лоеве произошли колоссальные изменения. Произошла реконструкция Центральной площади. Появилась дополнительная площадка боевой техники под открытым небом. Увеличилась высота до 25 метров обелиск в центре Лоева. И появилась аллея героев, которую мы с вами тоже видели. Вот эти все масштабы реконструкции площади, масштабы самого мемориала нам еще раз показывают на то, насколько значимы были события периода Великой Отечественной войны. И нам вот в этот момент как раз-таки мы задумываемся о том, что какой ценой и мужеством досталась победа. И вот эта аллея героев, на которой золотыми буквами написаны имена и фамилии 365 человек, которые получили звание Героя Советского Союза именно за форсирование Днепра и освобождение Лоева. Пожалуй, нет аналогичных случаев, где такое количество людей получили бы звание Героя Советского Союза. Да, мы готовились и осуществляли мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине освобождения городского поселка. И вот как раз-таки он стартовал с акции, которая взорвала улицы нашего Лоева своим шумом, ревом моторов. Мотоцикл. Да, 200 байкеров въехали в Лоев победоносно, наделали шума. Я даже знаю, что пришлось вроде бы перенести там мероприятие, может, и покорректировать программу. Да, ориентировали вот под эту акцию, такая масштабная акция «Факел Победы», организованная Белой Русью. И вот такие ребята мужественные приехали поздравить Лоеву с освобождением годовщины. В этот день, по хорошей сложившейся традиции, пограничные катера сделали марш по Днепру, возложили, спустили на воду венок в память о погибших воинах. И молодые жители Лоева в лице БРСМ-овцев предложили написать пожелания Белоруссии. Ну, наш музей, конечно, тоже принимал участие в этом. Двери нашего учреждения были открыты. Но, кроме этого, был запланирован ряд мероприятий, которые вот сейчас как раз-таки реализуют. Это культурно-образовательная деятельность, посвященная данным событиям. Владимир, скажите, какие еще проекты представили интерес на форуме и лично вам запомнились? Ну, вы знаете, были интересные и экспозиции. В итоге вот Могилевский художественный музей имени Масленникова он получил первое. Это вообще экспозиция называлась «Трогательная экспозиция». То есть можно было подойти и потрогать те рисунки. Дети там бесконечно копошились, они что-то рисовали. И очень трогательно было еще и то, что те средства, которые там, ну, можно было какие-то там копеечки буквально за что-то заплатить, они все собирались и пошли в благотворительный фонд именно помощи детям. То есть вот были такие экспозиции. Вообще, конечно, поражает и радует внедрение всякого рода технологий новых в музейное дело. Это и пазлы, которые можно в электронном виде собирать, это и шлем, одевая, который ты можешь совершить виртуальную экскурсию. Хотя и классическими нормальными музейными формами. Вот мы в этом году и попытались вот в своей экспозиции, допустим, нашего Дворцова парка в ансамбле, мы попытались полностью соответствовать девизу форума, значит, разрушая стереотипы, преодолевая консерватизм. Мы разделили свою экспозицию на две части. Условной перегородкой, как портал между реальностью, в котором существует Дворцово парковый ансамбль, и миром фэнтези, в котором вот у нас Ольга, вообще великолепный специалист, и которая попридумывала очень многие те вещи, которые там были. И, кстати, продолжение вот темы большой музея для любознательных друзей. Значит, мы участвовали в презентационной программе форума, где выставили свой такой тоже очень интересный проект «Лето в археологии». В этом году у нас вот встал, скажем так, на ноги, когда дети, которые находятся в летних лагерях, реально принимали участие и в археологических исследованиях, изучении музейных коллекций и прочее. То есть вот эти вот новации, они постоянно, и на форуме мы видели, и у других коллег тоже вот очень интересные проекты, которые имеют право, так сказать, на жизнь и развиваются. Что касается наших планов, допустим, уже на, ну скажем так, буквально тут на несколько этих последних месяцев, на пару месяцев, то, естественно, мы продолжаем тот высокий темп, который, в общем-то, всегда характерен для работы нашего учреждения. И в первую очередь хотел бы обозначить, что у нас будет очень интересных пару выставочных проектов. Ну, это и выставка Екатерины Рождественской, которая буквально вот скоро у нас начинает работу в начале ноября. Это уже второй ее проект, осуществляемый на базе нашего Дворцового парка ансамбля. Ну, вы, наверное, знаете, что это и редактор журналов, и фотохудожник, и дизайнер, и модельер одежды. То есть это дочь Роберта Рождественского. И очень интересно, вот она привезет в очередной раз, привезет очень интересные свои фотоработы, где мы увидим медийные личности, только в совершенно другом, не таком удивительном виде. И, конечно же, супермасштабный проект, к осуществлению которого мы шли уже, по сути дела, больше года, мы привезем впервые в регион, любой регион, включая российские регионы, мы привезем великолепную коллекцию буддийского искусства из Эрмитажа. Это впервые. Сейчас она экспонируется в Национальном художественном музее, и первым регионом, не только нашей республики, я говорю, что мы, и, наверное, на просторах восточноевропейских, первым регионом, куда приедет цельная, одна из лучших в мире коллекции буддийского искусства, это будет наше учреждение. Надежда, сегодня вы в студию к нам привезли таких замечательных кукол. Знаю, что вы сами принимали участие в их изготовлении. Расскажите и о том мероприятии, где они принимали участие. И не одно. В этом году мы для своих посетителей сделали несколько театральных проектов. Один из них мы подготовили к Рождеству, это ботлеечный спектакль. И в мае мы презентовали спектакль исторический, посвященный теме Марины Бнишек и Лжедмитрия Первого. И вот один из проектов, частичку которого я привезла сегодня сюда, это наши ботлеечные куклы. У нас в районе теперь четыре ботлейки, две из них в музее. Ну и теперь традиционно в Рождество мы показываем большую рождественскую программу, которую называем «Звезда Вифлеема». Что за персонажи? Трудно ли изготовить? То есть, насколько они подвижны? Надо сказать, что это крупный проект 2015-2016 года. То есть над этим мы работали долго. Работали не сами. С нами работал специалист. Благодаря проекту, который сейчас реализуется в Брагинском районе, благодаря тому, что наш музей работает, появилась и финансовая возможность привлечь специалиста. Анна Выгонная с нами работает. И привлечь финансовые средства для того, чтобы изготовить краба и работать над этим проектом. Хочу сказать, что сама система изготовления кукол – невероятно творческий процесс, но очень сложный. Да, сложный. Но очень интересный. Мы показываем у себя сейчас в Рождество спектакль «Царь Ирод». Но мы уже идем к тому, что у нас готовятся интермедии. У нас будет «Цыган-цыганка», там, как дед с бабой козу продает. Но это все в планах на будущее. Пока у нас рождественский сюжет, посвященный «Царю Ироду». Ну, правильно, нужно расширяться. Да. Спасибо вам, уважаемые гости. Саш, такие замечательные у нас сегодня общительные, такие талантливые. Я не могу с тобой не согласиться. Мы вас благодарим за то, что вы к нам сегодня приехали, пришли. Желаем вам успехов творческих. Желаем не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед. Молодежь – сила, правда, Владимир? Вот, всего вам самого хорошего. Спасибо. Спасибо, Иван. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем эфир на телеканале «Беларусь-4». У нас в гостях необычный человек, художница, которая работает в уникальной технике живописи. «Энкаустика» – вот загадочное название, направление, которое освоила талантливая гомельчанка. Для написания картин используется расплавленный воск и утюг. Художница Галина Приходько в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Галина Вениаминовна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Галина Вениаминовна, очень рады видеть вас в нашей студии. Насколько нам известно, технику живописи, которую вы освоили, в Белоруссии мало кто занимается. Мне кажется, картины получаются очень красивыми. Расскажите, пожалуйста, как вы стали заниматься этим видом живописи? Я всегда хотела чем-то особенным заниматься. А здесь в интернете наткнулась на такую технику, как «Энкаустика». И меня это заинтересовало. Начала работать. У меня получилось. Я начала рисовать картинки такие интересные. Начала раздарваться знакомым, подругам, родственникам. Почему тебе не сделать выставку? А я слышала, что в областной библиотеке проходят эти выставки. Я обратилась туда. Там такие интеллигентные, такие образованные люди. Так меня хорошо встретили. Так меня все приняли. Сказали, как вы в технике «Энкаустика» работаете? Посмотрели. Действительно интересно. Потом я сделала мастер-класс. Это было в 2014 году. Мастер-класс и выставка моя первая персональная прошла. Имела успех. Здесь заинтересовалось республиканское телевидение. Они сказали, что такой выставки, такой техники в Беларуси еще не было. Я первая. Первая открывательница, Галина Евгеньевна. То есть вы самостоятельно, шаг за шагом, шли в освоении этой техники? Потому что учителей же не было, кроме интернета и медиапространства. Для этого надо просто фантазия, чувство цвета. И у меня это получилось. Хотя есть у меня знакомые художники, которые пытались. У них там какие-то окляксы получались. Не совсем. Вот потом я методом проб и ошибок. Там не всегда подходит бумага, которая рекомендуется, глянцевая. А глянцевая не вся подходит. Надо было искать варианты. Оказывается, идет только мелованый картон, мелованая бумага. Мелованный картон очень дорогой. И бумага дешевле, но она не так смотрится. Мне пришлось искать другие варианты. И я нашла. Типа бумага для графических работ вполне подходит и заменяет. Она относительно дешевая. Я начала на этой бумаге рисовать. И у меня получилось, скажем так. Галина Вениаминовна, что же такое энкаустика? Энкаустика происходит от греческого слова «искусство выжигать». Она знакома две с половиной тысячи лет назад. Есть работы, которые две с половиной тысячи лет назад были созданы. Откуда она конкретно пошла, этот вид техники, до сих пор неизвестно. Но наши художники пытались узнать секрет. То есть секрет создания тех красок, которые были в древние времена, еще в античные времена, утерян. И наши художники пытались найти состав. Но до сих пор 100% состава не нашли. Даже один художник посвятил себя имена. Опыты, лабораторное исследование проводил. Имеется в виду состав краски? Состав краски, да, которые пользовались в то время. Ну, он приблизился, но отравился парами ртути. И до конца это дело не довел. А первая работа вообще, Аня, из какой территории нашего земного шара? Была в Древнем Риме. Потом в Греции. Вот когда римляне завоевали Египет. В Египте появились эти работы. Как всегда, римляне впереди планеты всей. Да, 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 римляне. И вы знаете, вот в 1887 году при раскопках в Египте нашли захоронение. И там было такое обычай, когда умирал человек, на его лицо накладывали дождичку с изображением этого усопшего, когда он вышел в расцвете лет. Красивый такой. И эту дождичку закрепляли на лице. С тем расчетом, чтобы он в мир иной приходил. Красивый. Вот такой вот. Так вот, эти дождички спустя столько столетий сохранились неповрежденные. Восковая живота без чем хороша? Что она не подвергается атмосферному воздействию. Потом она, когда жара, она расширяется. Когда прохладно, она сужается там и не трескается, в отличие от масляной краски. Если масляная краска наносит на картину, сами знаете, нужна определенная температура, чтобы они дольше сохранились. Восковая этого не требует. Поэтому эти картины сохранились. Но в те античные времена были такие художники, они настолько изображали на картинах реально все, что даже есть такие случаи, что даже птицы слетались к этой картине поклевать корм. Насколько это было реалистично. Замечательно. Очень интересное направление. Правда, Слава? Да. Какие материалы используются для написания картин? Мы знаем даже, что и средства технические необходимы специально. Вы с собой сегодня приневезли утюг в студию. Не слишком ли получается большой расход электроэнергии, когда рисуете картины? Нет, это процесс. Быстро рисуется картина за полчаса, за 10 минут в зависимости от композиции. Ну как? Вот Галина Венимовна, вот такую картину за 10 минут. А я сейчас расскажу и покажу. Но для этого, что нам необходимо? Я же говорю, сначала я искала бумагу. Какая нужна бумага? Бумагу я нашла. Потом нужны краски. Опять же, есть краски, опять же, методом проб и ошибок находила краски. Есть краски, тоже пишут восковые мелки, восковые карандаши, но они с добавлением парафина. И они скатываются, они не плаваются, а скатываются, и не получается ничего. Потом я уже нашла мелки, восковые мелки, краен с краела, вот такие хорошие. Потом есть мелки луч, российские, тоже можно пользоваться. Бывает, что и китайские подходят. Но опять же, найдешь свое, и ты должен этим пользоваться. Ну, тогда уже давайте приступим, уже, раз мы так разрекламировали этот вид искусства. Включайте утюг. Включайте ваш утюг. И пока он нагревается, будем говорить о картинах. Покажите, пожалуйста, с чем вы пришли в студию, какие работы являются предметом вашей гордости. Вот такие вот работы. Это утюгом. Что-то вот вы изображаете, вот горы видно, водные артерии какие-то, да, реки, водопады. Ну, что-то фантазийное такое. Фантазийное. Ну, это смесь реализма и сюрреализма. Вот такие вот. Много у вас уже работ, Галина Вениаминовна? Ну, мне было 14. Это на выставках, которые были. Ну, потом они же, повторная выставка персональная, не будет же повторяться. Что-то новое. Ну, опять же, знакомых хватает, всем хочется иметь у себя такую вот работу. Необычно, да еще и руками знакомой, это же еще ценнее. Да, да, да. Ну, а здесь, я так понимаю, что здесь вообще творчество, ваша фантазия была на пике. Вы тут добавили еще и объемное изображение цветов. Это клин, скручивание бумаги. Это бумажные такие цветочки наложила, получилось как бы типа 3D. Сюда можно флористику, растительность какую-то, создавать пейзажи. Ну, кого-то, как фантазия. Вот это у меня такая вот работа есть. То есть, в принципе, обладая там небольшими навыками художника, можно вот рисовать картины даже детям, подросткам, да? Я так понимаю, без проблем. Да, конечно. А вы обладали этими навыками? Ну, конечно, я думаю, что в любом случае. Какой вот? Я думаю, что вы рисовали раньше, ведь правда? Рисовала в школьной стенгазете, была редактором. Это было в школьные годы. Ну, то есть, на уровне любителя занимались? Да, да, это непрофессионально. Это не связано с моей рабочей профессией. Как Козьма Протков сказала, что нельзя объять необъятное. А я все пытаюсь. Мне хочется и то, хочется и это. Вот картина. Значит, чем она интересна? Здесь такие мелкие детали. Утюгом, естественно, вот эти пальмы не нарисуешь. Это я спичечкой, избочисточкой. Растягивала краску и придавала вот такие вот рельефности. То есть, где-то такой скребок из резины сделала. Резины вот так делала. Разводы, получалось, как бы воск смещался в сторону, а эта основа там оголялась. Человечка тоже. Там зубочисточка, пока воск расплавленная, зубочисточка раз-раз вот это. Птички рисовались носиком утюга. Значит, туда точечку, потом раз-раз, лево-право. Желательно, чтобы утюг был с острым носиком. Тогда можно интересные прорисовки делать. Вот. Ну, а вообще, вот утюг используется всегда художниками, которые работают в технике энкаустика? Либо есть какие-то специальные средства технические для этого? Вы правильно поставили вопрос. Специальные утюги? Да, сейчас есть специальные утюги для энкаустики. Раньше их нельзя было. Почему наши клебины придумали с утюгом? Потому что тогда достать утюг этот нельзя было. Сейчас можно по интернету заказать утюг, но он достаточно дорогой. Потом есть всякие приспособления, там, каутерии, всякими насадочками. Вот. Есть специальная нагревательная поверхность, столик нагревательной поверхностью. И там же рисуют, положат бумагу на эту нагревательную поверхность. Специальные есть валики. Там валики раскатывают, там рисуют. Но это другая техника, которая... А ваша картина еще тем ценнее, что вы все вот своими... На примитивном уровне у нас. Это любительское на примитивном уровне. Но искусство должно быть доступно массам, правда? Ну, конечно. На чем хорошо эта техника? Потому что не имея специального образования художественного, только надо, говорю, чувство цвета иметь, фантазию иметь. Ну и как воображение, что ты хочешь носовать, какая-то композиция должна быть. Можно и цветочки рисовать носиком утюга. Ну, много моей работы разошлись, и все сюда, конечно, принести не могла. Можно интересные пейзажи создавать. Давайте уже попробуем. Галина Виянина, знаете, что будете рисовать сейчас? Ну, придумали уже? Ну, придумаю. Значит, что для этого нам надо? В студию программа «Добрый вечер, Гомель». Значит, берется утюг. Значит, утюг нагревается на минимум, чтобы воск расплывался, но не горел, чтобы не дымился. Вот он расплылся, значит, должно быть достаточно для плавления, но не горел, не рассекался. Опять же, мельки есть разные, которые до троника сейчас сразу расплываются. Есть такие, которые немножко вязкость у них больше. Вот. Так что все методом проб. Крайон с кроёла, вот эти два вида, которые мне понравились. Утюг взяли. Какие наши действия дальше? Требования, чтобы утюг был без дыречек. Это обязательно. Может у кого-то... И без реплённой поверхности подошвы, да, утюга? Да, конечно, конечно. Гладкая поверхность должна быть. Вот раньше были такие дорожные утюжки, у бабушек там, может, где-нибудь в царашках есть. У нас такой есть маленький. Вот, используйте эти утюжки. Кстати, утюжки для энкаусики, они чем-то напоминают этот дорожный утюжок, который раньше пользовались. Потом, значит, как можно рисовать? Значит, наносится краска. Есть методом отпечатывания. Так вот раз прикладывать, отражается краска там. Потом есть разглаживание. Значит, мы разглаживаем. Потом можно краешком утюга, рёбрышком там какие-то разводы делать. И носиком, значит, так раз, и птичек рисовать, и мелкие прорисовывать детали. Я понял, оказывается, утюг – это кисточка художника, которая работает в технике энкаустика. Да. И вот такой, немножко великоват. Хотелось бы поменьше, но такой великоват. Но меньше в магазине не нашла, а хотелось попробовать. И вот с детками, когда я показываю, там, значит, 9-е, 6-е и 9-е классы, я провожу с ними занятия, когда меня приглашают, рассказываю, как и что. Вы бы видели, с каким интересом они смотрят. Конечно. Какое они удовольствие испытывают, что, не имея опыта, и они что-то там изобрели. Нарисовали. Даже приходилось мне работать с инвалидами с детства, с отклонениями. Вот они же, ну, кто с ними занимается? Мало занимаются. С каким восторгом они вот что-то сделали? Ой, я маме покажу. И даже вот рассказывала заведующая, Раиса Беса, говорит, так это я вас заочно уже знаю, потому что детки с таким восторгом чуть ли не год вспоминали, как они рисовали этим утюгом. Вот так что детям доставляют. Конечно, впечатления не забываем. И когда проходят выставки, сначала детки первые берутся за это дело, потом взрослые, а можно я попробую, можно я попробую, но я даю пробовать, всем это интересно. Потому что это диковинка, это правда необычно рисовать утюгом, и это специфические даже ощущения, мне кажется. Покажите нам, Галина Генеминова. Приступайте уже, сколько можно нас мучить. Значит. Можно на стол, да. Бумага, я уже сказала, какая нужна. Потом нужно положить, обязательно подложка должна быть. Здесь несколько слоев бумаги или удобнее газетку. А для чего нужна подложка, чтобы мягкость, да? Потому что если по стеклу, оно не очень. А надо, чтобы такая типа подушечка была, да. Поэтому нужно еще, да, нужно еще салфеточки или какая-нибудь тряпочка, чтобы потом одной краской провел, нарисовал. Надо обязательно вытереть это чистенько. Потом следующее наносишь, опять вытираешь. Поэтому нужны салфеточки. Так, значит, приступаем. Берем мелки. Наверное, много, большой расход мелков. Плавится, картину нарисовать такой маленькой коробочкой не обойдешься. А мне кажется, это достаточно. Нет, нет, я смотрю, наше начинающим, конечно, удобнее опять маленький. Это, этот листочек пополам и опять. Это вот именно эти, да, такие отблески, она как бы глянцевая. Это для графических работ. Берем мелки. Значит, мы попробуем рисовать небо. У меня здесь краски минимальные, 6 штучек. Есть наборы по 24, но они, соответственно, дорогие. Значит, берем голубую. Берем так, вот так вот, 3 тона. Значит, наносим. Наносим. И сейчас будет шипеть. Потечет. Да, плавится. Значит, наносим. Вот так вот. Оно плавится. Это так интересно, такой необычный процесс. Сделаем закат, может, какой-то красный немножко, чтобы было. То есть, в принципе, картина как бы рисуется уже на утюге, а потом просто переносится на многое. Не наносится, просто полосы. Наносятся полосы. Вот, значит, голубое небо, закат какой-то. Если добавить белого, будет российский факт. Да, вот так вот, нанесли. И не отрывая, надо провести до конца это все. Вот так вот поставить. И не отрывая, вести до конца утюгом. А почему не отрывая? А потому что потом стыки. Вот где оно оторвало, следующее ведешь, получается соединение некрасивое. Вот у нас появилось так. Слушайте, ну триколор. Потом, значит, надо немножко расправить можно. Так. Ух ты. Вот, получилось такое небо. Действительно, слушайте, это был флаг, а сейчас, правда, небо. Теперь можно добавить какие-то горы. Сначала вытираем это все, удаляем эту краску. Я думаю, что ни одну упаковку, большую упаковку мелков вы израсходовали, чтобы научиться владеть этой техникой. Хотя, в принципе, действительно, не так много, видишь, как немножко поводили. Так, маленьких. Потом горы, значит, горы, коричневые. И быстро, главное, ну вот попробуй ты нарисуй карандашами. Ты будешь минут 10 рисовать, а так раз, одним движением, и все. Значит, тоже на носик уже не заполняем, все, а только на носики наносим. В принципе, техника для ленивых какой-то степени. Черное наносим, вот так, коричневое там где-то, вот так, ну какой можно желтизной немножко добавить, вот так. Вот такое мы сделали, и рисуем горы. Значит, прикладываем, и вот так вот, раз, 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 раз. Но горы слишком уж черноватые. Наверное, потом можно, если бы казалось, что слишком темный какой-то и светлый, да, белый мелок нанести наверх. Или нам наверх уже проблематично? И начинать рисовать сверху, чтобы потом... Ага, то есть это важно, да, чтобы накладывать постепенно. Вот здесь лишняя чернота у меня, это можно, пока оно свеженькое, можно немножко... Подтереть. Вот так подтереть, да. Подравить. Ну здорово. Вот так вот, подтереть. Ну, действительно, дети могут освоить без проблем, не зря они так... Да что угодно. Только, только-то, видите, 6-й, 9-й класс. Если лет 7, моя внучка в 9 лет. Ну, маленьким тоже это датика утюгом управляться, это и не доверять. Это под контролем должно проходить просто в любом случае. Да. Потом, значит, рисуем зелень какую-то. Опять же, наносим вот так вот. Тоже наносим, наносим зелень. Это у подножья гор у нас будет зелень. Но зелень там можно тоже что-то добавить, может, ну, черненького. У меня мало красок таких, тонов, поэтому что-то фантазию особенно не разограешься. Вот так вот приложили мы и уже ниже ведем. Слушайте, ну разводы все это, конечно... Потом можно вот так вот пришлепыванием. Сейчас покажу, что у нас получилось. Горы, зелень, небо сливается. Ну, небо мне особенно нравится. Такой прям погровый закат такой под облаками. А сколько лет вы, Галина Венивиновна, этим занимаетесь уже? Ну, я где-то в 13-м году начала, в 14-м выставка. И все. В 15-й вот выставка, две выставки было. Вот. А теперь у меня уже немножко изменились желания. Я же как, скажем, я прудков. Да, мы знаем, что у вас в море всяких увлечений. Сейчас вы нам... Об этом мы поговорим еще впереди, конечно. Вот, значит, сделаем сейчас озерцо такое у подножия той зелени. Там где-то поля какие-то. Слушайте, а птичек-то вы как рисовали? Благодаря... Что? Птичек-то, может, нанесевали. Я расскажу сейчас. Вот, значит, рисуем. Кораблики даже есть. Ручеек какой-то вот. Слишком темная получилась. Вот так. Ой, как хорошо. Такие оттенки всевозможны. Но если больше тона добавить, то можно и волны какие-то. Вот что-то такое вот и рисовать. Ну, классно. Потом, значит, птичку. Вот когда вы смотрели процесс, она действительно уже теперь поверит, что за полчаса можно сделать. А когда сразу смотришь, кажется, такой неподъемный процесс. Потом, значит, птичку, значит, на носик утюга наносится. Это просто в руках мастеров селовка получается. Капочка наносится. Маленькая капочка. Это то, про что вы говорили, что можно носиком рисовать, бортиком утюга. А потом раз сюда. Ой, корявенько. Потом, значит, если мы хотим какие-то там цветочки или что мелкие, опять же так на носик наносится. Аккуратненько. И опять там тоже раз, там раз. Но вы не ждете, пока засохнет, да? То есть один за одним никакого ожидания не нужно, да? Нет, нет. А какой смысл? Она все равно плавится, когда при... А потом, значит, на уголочек наносится. Вот если хотим, веточку какую. Вот так вот. Это уже ребрышком рисуем. Галина Генемина, рука устает, наверное, все-таки, пока сделаешь картину? Ну, я стоя, стоя. Потому что сидя, оно не очень удобно. Вот так вот. Раз, раз. А можно так начать картину, потом передышку, там, другие дела, а потом продолжить? Да можно и кофе попить, в принципе, и кофе степить. Все можно. Не обязательно. Включи утюг, и, пожалуйста, вот такая вот получается. Все, Галина Генемина, теперь мы знаем все ваши секреты. Но это главная вещь. Это еще не все секреты. Это еще не все. Можно рисовать на... Есть нагревательная поверхность, но поскольку у нас утюг, так мы закрепляем этот утюг. Наверх накладывается рисунок, и там какие-то тоже прорисовки можно... Вы говорили про маски, да? Про лица, про изображение. То есть можно, в принципе, и портрет рисовать, да? Как-то... Вот игру «Фаюнские портреты», в этом местечке Фаюн, где погребения эти были, там рисовали портреты усопших, потом рисовали иконы. Это больше в Египте иконы. А в Греции там больше занимались в архитектуре. Расписывали здания, внутри помещения расписывали. Даже умудрялись корабли разрисовывать, потому что корабли... Мне кажется, они работали вот с горячим воском. Макали, наверное, кисти и наносили. Есть такое, да. Да, специально даже продаются такие вот тоже сейчас столики. Они нагреваются, там такие стаканчики. И вот можно кистью рисовать, как обычными. Потом есть какая-то приспособа, которая разглаживает, потом продает их. Да, она сейчас у нас получилась матовая. Вот немножко подсохла, и сейчас мы продаем блеск. Вот так вот. Оно оживает. Слушайте, это вот в составе крема для обуви. Обычно идет воск, мы ее натираем, и все блестит. Так же на картине. Ну, так видите, вы совсем знакомы с энкаустика. Только не знали, что энкаустика. У меня просто ассоциация. Что это энкаустика, да. Вот она заиграла. Класс. Ярче стали. Действительно, вообще здорово. И удобно. И на даче можно где угодно. Если муха даже посидела, трапочку намочил, протер, все. Мне казалось, что не получится, когда мы начинали рисовать. Но вот смотрите, какая красота. Галина Венина, расскажите. Знаем, что с тех пор, как вы пошли на заслуженный отдых, у вас появилось очень много всевозможных увлечений. Это с мужем вы и на даче, много всего интересного. А дачу, как вы раскрасили, это вообще замечательно. Красота какая на участке. Чем занимаетесь еще помимо энкаустики? Я с самого детства была такая, ну, неординарная. Мне фантазии всегда зашкаливали. Вот в пять лет я осталась, мы остались с сестрой без отца. И вот все домашняя работа, все было у нас. Мы и заборы делали с ней. В то время такие фантазийные заборы еще было. Там какие-то веточки, заборы интересные. Там деревенские приходили, а как вы такое придумали? Вот так вот делали всякие там из веточек заборчики. Потом, значит, начала шить. Ну, все-таки денег недостаточно было. Мама нас растила двоих, одна. Начала пробовать шить. Где-то вручную. Потом у меня начало получаться. Купили уже машину. Мы одолжили там денег, купили машину шлейную. Начала шить и себе, и сестре. И начали уже потом дальше. Больше приезжала, когда уже подрастала я. Где-то уже в старших классах. Я уже шила деревенским женщинам. И уже потом, когда уехала в город, когда приезжала в отпуск, у меня уже деревенские очереди стояли, чтобы я им шила. В городе потом, значит, замуж, работа, дети. Детей. Тогда тоже дефициты. Когда мои мальчишки были еще малы, ничего достать нельзя было. Я костюмчики шила сама. Вышивала там кораблики, матросочки, всякую-всячину. В общем, как говорят, голь на выдумки хитра. Да, вот так нищета двигала прогресс. Я всему научилась. Все, что можно, делала. Потом уже, когда работа, дети, семья, некогда было заниматься, реализовывать свои творческие возможности, способности. Потом, значит, на даче я начала скульптурками заниматься. Подвигла меня на это вот слова Цветаевой. Не запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво. Твои нелепые мотивы никто не сможет повторить. Я думаю, ну почему бы нет? Давай попробую скульптурку, давай толп. Там мне подруги приезжали, у меня проблемы со спиной были. Приезжали, мне помогали там где-то что-то, разрисовывали. И создавала такую красоту. Потом начали соседи приходить. А можно мы на фоне всего этого астрафируемся? А давай мы вам напишем. Заводи тетрадку, будем писать отзывы. Начали писать отзывы, что как все потрясающе. К ним родственники приезжают, они тоже. Можно мы с родственниками приходите? Потом, значит, в тринадцатом году подала на конкурс. Ну почему тебе на телевидении или вообще? Такая в Гумельской правде, значит, была Ода Огороду. И у нас на даче такая конкурс объявили. Ну и я, значит, туда свою принесла фотографию. Вот говорю, такие фотографии. Они, ой, замечательно, здорово. Ну и там надо было текст еще. Я написала текст, как мы там на даче живем. А вот если бы это в стихотворной форме, это было бы вне конкурса. Это была бы Ода. Да. А я говорю, а почему бы нет? Пошла домой. Заводи приношу уже стихотворение написала. Приношу. Написала. Рай земной создали мы на даче. И теперь живем среди цветов. Селятся павлины на удачу, поражая блеском вееров. Все дорожки в озеро избежали, приглашая радостных гостей. Горькие тихоакустики прижались. Вниз бежит стремитель наружей. Девушка наружности восточной. Воду из ручья в кувшин на лед. А там такой слепила девушка. Она там моторчики. Водичка бежит, она нашит воду кувшин на лед. Зимой и летом и пруда искусственная пальма зеленеет. Где берег плещется вода, лебеди изящные белеют. Это из протектора лебедей у меня там на даче. И змея. Ничего не пропадает. И змея, что человеку верна, древо не устало обвивать. У меня такая огромная анаконда обвивает дерево. И там к яблочку, значит, свой язычок. И змея, что человеку верна, древо не устало обвивать. Игуана, там, не знаю, что игуану слепила. И у нее язычок на проволочку закрепила. И на конце язычка бабочка. И бабочка из пластиковой бутылки тоже. И ветер дует, эта бабочка трепахтается крылышками. И создается впечатление, что вот-вот эта игуана ее поймает, эту бабочку. Галина Вениаминовна, вы сама как бабочка такая милая женщина. Хорошо. Вы автор или помогают все-таки родственники все эти работы оплатить в жизнь? Ну, в основном мне муж помогает. Ну, второе, подруги помогали, приезжали. А потом у калитки всех сова встречает. Лапка держит, кнопочный звонок. Там она сидит. И там кнопочки, кто приходит, чтобы у нас... Беспроводной у нас пейджер такой. Нажимаешь. Может, мы на набережь, чтобы услышали, что к нам кто-то пришел. В общем, не дом, а музей. Самый настоящий. Потом мы там кресла наплели из лозы. А еще Галина Вениаминовна очень красиво вяжет и крючком. Вот эта вещь, я понимаю, на вас тоже собственная. Кстати, сейчас это немножко уходит на второй план НК «Ауссика». Сейчас я очередную коллекцию хочу создать. Это у меня была такая коллекция вязаных вещей. И в каком-то... В 15-м году была выставка. Хрустальная нимфа демонстрировала мои модели. Ну, фигурка у меня такая, я же говорю, на себя делала. Так что моделям в самый раз были мои вещи. Вот они их примеряли и все это демонстрировали. Была выставка. В библиотеке была выставка. И ОКЦ была выставка моих вещей. Ну, а теперь я хочу создать новую коллекцию уже с использованием драпа, меха. Современные материалы. Современные. Киск моды. Есть такие мехи, что совсем неплохой. Но вроде мода прошла на эту вещь. А воротничок я использовала. И я создаю такие интересные вещи. Только тоже рассказываю, как это можно придумать из этих вещей какой-то шедевр. И когда иду по городу, мне обязательно кто-то спрашивает. Это вы не покупали? Это вы сами делили вот так? Потому что они уникальные вещи. Так что работаю над коллекцией. К сожалению, наше время подходит к концу. Галина Вениаминовна, мы желаем вам удачи. Да, успехов. Творческих вам успехов. Пусть жизнь продолжает также бить ключом, чтобы вы с мужем, бодрячком, еще жили долго лет и творили. Спасибо вам за то, что вы к нам сегодня пришли. Всего хорошего. И вам спасибо, что пригласили, что сочли мою работу достойным им. Спасибо вам. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Ну что ж, мы напоминаем нашим телезрителям, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» была художница Галина Вениаминовна Приходько. Друзья, не бойтесь творить. Совершайте смелые поступки, приносите в жизнь краски. Ведь когда, как не холодной порой, душе это больше всего нужно. Ну что ж, всем хорошего настроения. До свидания. До встречи.